Игра номер один, как ещё называют футбол, по-прежнему очень популярна в Славянском районе. И совсем юные спортсмены и взрослые футболисты выходят на поле, чтобы побороться за победу. Конечно, очень важно, в каких условиях они играют. И здесь есть отличные изменения к лучшему. Поле с искусственным покрытием возле специализированной спортивной школы по футболу «Виктория» – это настоящий центр футбольной жизни Славянского района. Здесь тренируются и состязаются сотни юных футболистов, проводятся соревнования разного уровня – от поселенческих до краевых, включая первенство Краснодарского края по футболу. Однако из-за интенсивной эксплуатации покрытие поля потеряло свои свойства и не отвечало современным требованиям. По инициативе славянцев, поддержанной депутатом Государственной Думы России Иваном Демченко, из краевого бюджета были выделены 20 миллионов рублей на замену искусственного покрытия этого футбольного поля. Работы уже начались. Рабочие в данный момент прикладывают все силы и если у нас погода позволит в дальнейшем проводить эти работы, я имею в виду постилка, поклейка, разметки там всех этих поля, я думаю, мы успеем этот вопрос закрыть до Нового года. Работы на объекте идут полным ходом. Строители используют каждый погожий день, чтобы укладывать покрытие. Соблюдаются все требования технологии. После того, как поле будет обновлено, здесь сразу же начнут проводить тренировки и соревнования. Первый плюс – это то, что на нем можно заниматься в любую погоду. Если мы в сырую дождливую погоду выпустим на естественное поле тренировочный процесс или будем проводить мероприятия, вот, естественно, мы его приведем в негодность. Естественным путем, потому что поле будет, ну, подвержено большой нагрузке в сыру, и оно просто в негодность придет. А здесь, вне зависимости от снега или там осадков, дождей, здесь это исключено. Сейчас учащиеся специализированной спортшколы «Виктория» тренируются в зале, напольное покрытие которого также было не так давно обновлено. График занятий очень плотный. Только в Славянске 300 юных футболистов. И все они очень любят эту игру и готовы отдавать ей свое свободное время. Я люблю очень футбол. Это замечательная игра, самая лучшая в мире. Я люблю ходить на тренировки и играть на соревнованиях. Я играю на позиции полузащитника, где надо и бегать в защиту, и в атаку. У нас тренировки 3-4 раза в неделю, и мне очень нравится сюда ходить. Надо было видеть, с каким энтузиазмом ребята под руководством опытных тренеров отрабатывают технические приемы для того, чтобы, выйдя на поле, играть на более высоком уровне. Пройдет совсем немного времени, и обновленное футбольное поле откроется для футболистов. Это событие будет прекрасным подарком для всех любителей футбола. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».